В шестом созове я инициировал несколько законопроектов, вот я хотел их привести, примеры. Был инициирован законопроект и принят поправки в закон об образовании, где мы указали четко, что контракты в университетах, в частных детских садиках, они должны быть все в национальной валюте совершаться. И еще мы помимо этого указали то, что для лиц с инвалидностью теперь обязательно должны выпускаться специальные книги. Помимо этого был закон поправки о защите депозитов, мы увеличили сумму страховых выплат, теперь у нас гарантированная сумма, это 200 тысяч суммов, я объясню здесь. Если, не дай бог, банк какой-нибудь признает себя банкротом, то вам правительство на сумму 200 тысяч суммов, оно по крайней мере выплатит вам эту сумму. Если у вас 250 тысяч, то только 200 тысяч вам покроют, а 50 тысяч, к сожалению, это уже через суды и так далее будет, ну через эти процедуры вы только тогда можете получить. Раньше эта сумма составляла 100 тысяч суммов, вот, то есть вдвое мы увеличили, да, и если вот так логически рассуждать, то у нас 24 банка, в 24 банках можно как минимум до 200 тысяч суммов открыть банковские счета, если у кого-то есть деньги, да, и вы можете быть уверены, что вы, по крайней мере, назад эту сумму получите, что бы там ни было с банком. Еще одна, один закон, это связано с правами лиц с инвалидностью, вот он в этом году буквально был инициирован и принят. Сейчас мы, значит, уточнили, кто такие у нас сурдопереводчики, указали их статус. Для людей, которые имеют проблемы со слухом, мы указали, в каких случаях они имеют право на бесплатную сурдопереводчика, и, допустим, если он идет получать какие-то, я не знаю, услуги здравоохранения, образования, или идет в суды, или идет в нотариус, он в этом случае может воспользоваться бесплатным сурдопереводчиком. Сейчас правительство работает над тем, как реализовать этот закон, то есть сейчас пишутся проекты постановления правительства, и в этом же законе мы для незрячих указали, что они могут пользоваться фоксимильной подписью в банках, при подписании бухгалтерских документов. До этого незрячие люди вообще не имели права подписывать, сами самостоятельно, за них подписывали так называемые рукоприкладчики, но эту мы практику теперь исключили. Каждый может изготовить для себя фоксимилье, заверить ее у нотариуса и подписывать любые финансовые документы. Кроме того, я инициирую один законоприят, он, к сожалению, до сих пор еще в парламенте рассматривается, об отмене справок о несудимости. Вы знаете, что когда человек идет на работу, ну, хочет устроиться на работу, он обязательно вот эту справку получает. Но там никакой беды нету, единственное, что нужно стоять в очередях, временно это большой тратить. А если вы живете где-нибудь в Иссыкульской области, в Нарынской области, то приходится все равно приезжать в Бишкек, иногда здесь договариваться с какими-то людьми, посредниками как-то, чтобы быстрее получить. И я считаю, что вот эти справки, они абсолютно не нужны, почему человек невиновный должен доказывать, что он невиновный. У нас в Конституции так написано, а он ходит, когда на работу устраиваются, он ходит доказывать, что я никогда в жизни там в тюрьме не сидел, не лишался свободы. Мне кажется, вот эту практику отменить нужно. Ну и сейчас еще в стенах парламента рассматривается закон. Сейчас говорят, что якобы эти справки сами по себе отпадут, но еще пока не отпали, еще пока до сих пор эти справки выдаются. И вот я, допустим, здесь, когда общественных помощников, как стажеров беру, они даже идут, получают справку. Я вижу, как они мучаются, дней 10-15 ждут. А иногда, чтобы ускорить, они идут, тоже там платят деньги, вот так же стоят в очередях. Ну и за какой-то маленькой справки столько времени мы затрачиваем. Причем, ну вы же знаете, это жизненное время человека, да, это бесценно должно быть. Ну, еще один законопроект рассматривается в стенах, он первое чтение прошел. Это о том, чтобы у нас во всех школах было пятидневное обучение. Почему это нужно сделать? Чтобы вот субботу, воскресенье и ученики, и учителя могли все равно отдохнуть. Учителя могли отдохнуть действительно от учеников, а ученики могли бы, вот допустим, подготовиться к заданиям, могли бы там с родителями время побольше проводить. В развитых странах у всех, в принципе, пять дней обучения. У нас пока, к сожалению, еще есть школы, где есть шестидневное обучение. Но дело сдвинулось с мертвой точки, уже, в принципе, 80% школ переведены на пятидневное обучение. До вынесения законопроекта многие сопротивлялись, но сейчас Министерство образования, в принципе, приняло приказ, и сейчас потихоньку-потихоньку школы переходят на пятидневные. То есть законопроект еще пока не принят, но он уже меняет, да, уже сознание там Министерства образования. Но, если говорить, законопроектов было очень много, и сейчас некоторые из них я разрабатываю, да, в принципе, эта работа, она постоянно ведется. И они берутся не просто вот там с головы, да, а исходя из тех проблем, которые мы сейчас имеем. Вот, но хочется, чтобы, конечно, многие вопросы сразу решались, но так не бывает. У нас, видите, как, когда закон принимается, чтобы этот закон четко и полностью работал, еще и правительство должно принять несколько постановлений. Вот у нас большая вот эта бюрократическая проблема, очень большая, закон сразу с момента принятия, он не подлежит исполнению, а еще к нему прилагаются вот эти всякие постановления и так далее. Но это наша правовая система, очень сложная, очень забюрократизированная. Вот, если говорить в процессе разработки, сейчас я вынес на общественное обсуждение два интересных законопроекта. Один касается защиты чести и достоинства. Там я хочу определить минимальную пороговую сумму, которая подлежит взысканию человека, который нанес, я не знаю, ущерб имени, доброму имени другого человека. Сейчас это все на усмотрение судей, если, допустим, кто-то кого-то там обругал где-то в средстве массовой информации, то судья может и один СОМ сказать, вот с него пускай взыщут, да, но это абсолютно неправильно. И я указываю минимальную пороговую сумму. Ну, конечно, если, допустим, сам истец, он обратился в суд и просит один СОМ, если он свое имя оценит в один СОМ, то, в принципе, его суд может удовлетворить. А так, в целом, должна быть минимальная пороговая сумма. И порядок о проезжении информации, который является недостоверным, она тоже, мы, как бы, я тоже хочу его поменять. Вот у нас сейчас, допустим, если человеком везде сказали, что он плохой человек, там, обругали его, про него рассказали всякие небылицы, это перепечатают все. Но когда ты подаешь в суд, ты подаешь только на одно средство массовой информации, которое самое главное было. А вот эти все перепечатающие, они, средства массовой информации, они не несут никакой ответственности, они у себя не удаляют. И вот я прописываю там такой момент, если кто-то перепечатал, то он также обязан потом у себя, значит, указать, извиниться, да, перед этим человеком. И ссылку на опровержение о том, что, да, эта информация недействительная, во всех перепечатках должна быть размещена. Ну и это касается и телевидения. Если телевидение где-то у себя, вот, допустим, ОТР какого-то, или, ну, какой-то канал, допустим, про кого-то очень плохой репортаж сделал, то другая сторона, если выиграл, то это телевидение должно у себя не только просто новость у себя показать и все, извиниться, да, а они должны будут там каждый час публиковать там в течение 24 часов эти извинения. Ну, потому что такой ущерб иногда наносят доброму имени человека и все, и про него считают, что он самый негодяй последний, хотя это на самом деле может и не так. И еще одна инициатива, вот сегодня ее тоже опубликовал, это о продаже у нас Пятого канала, он, к сожалению, не стал у нас парламентским. Это надо признать, у нас телеканал «Пирамида» сейчас, в принципе, все наши репортажи из парламента показывают. Поэтому я считаю, что Пятый канал, он не должен быть на государственном финансировании или вообще на государственной шее. Его нужно, я думаю, продать, пусть он будет частным, пускай делается из него развлекательный канал. Сейчас я еще разрабатываю один законопроект, еще немножко осталось, касается дорожного движения. И этим законопроектом я хочу, чтобы каждый гражданин следил за другим гражданином, что происходит на дорогах. Если он зафиксировался на видео, что другой водитель нарушил правила дорожного движения, если там будет все четко видно на видео, и он это видео отправляет ДПС, когда ДПС привлекает нарушителя к штрафу, чтобы вот с этого штрафа тот, кто зафиксировал на видео, он мог получать определенный процент. Я думаю, тогда мы немножко успокоим всех, потому что гаишников у нас не хватает, гаишники всего совсем, они правонарушением не смогут справиться, в любом случае хотим мы это, не хотим. А когда общество само себя будет контролировать, мне кажется, это уже даст большое воздействие. Ну, если говорить о бюджете 2018 года, действительно, это финансовый очень-очень важный документ. Вот, я, конечно, тоже постарался некоторые вещи туда внести, посмотрим, сейчас пройдут, они не пройдут во втором чтении. Ну, есть вещи, о которых правительство постоянно говорит, но, к сожалению, в этом документе эти вещи не зафиксированы. Я просто объясню, родители детей инвалидов, они постоянно просят, ну, определенных выплат за то, что, ну, как по уходу за ребенком, да. Я думаю, это справедливо, потому что, вот, обычно, если в семье рождается ребенок инвалид, к сожалению, многие эти семьи распадаются, да. Мужья становятся, я не знаю, они перестают быть мужчинами, они убегают из семей, и женщина остается одна с этой проблемой. Она, во-первых, не может пойти на работу, потому что за ребенком нужен специальный уход, да, и на самом деле за ним нужен уход, да. А не может устроиться, и у них денег нет. Вот это вот, получается, круговая порога, она из этой бедности выживаться не может. Поэтому государство, я думаю, должно как бы оплатить ее вот этот труд по уходу за ребенком. Иначе, ну, если мы, ну, оставим все как есть, тогда вот у нас очень много будет бедных семей, и дети с инвалидностью, они не будут получать нужное образование. Расчеты уже правопроизведены, все сделали, как бы посчитали. Ну, вот, Министерство финансов обещает, возможно, к июню 2018 года потихоньку внедрять. Но я откровенно должен сказать, что в бюджете этого нет, поэтому можно сказать, что это пока просто слова. Другие предложения там касаются образования, специального образования. Там учебники для слабослышащих, глухих детей, для незрячих детей, аудиопособия. Вот как бы на это я немножко заложил средства. Потом для того, чтобы у нас создали специальную службу сурдопереводчиков, которым бы оплачивало государство деньги, тем более закон принят этот, и этот закон должен исполняться, вот это было заложено. И там также было заложено, чтобы вот наши новостные ленты на республиканских каналах, они тоже транслировались при помощи сурдопереводчиков. В принципе, это все вроде бы правительство обещает как бы учесть и обязательно профинансировать. Спасибо. Спасибо.